Волонтеры со всего Дальнего Востока прошли под Хабаровском курс обучения. Спецназовцы из Чечни объясняли, как искать пропавших людей. Проверяли усвоенный материал на экзамене во время полевых учений, максимально приближенным к реальной ситуации. Репортаж Станислава Михайлова. Пропало два деда, Шишкин Иван Иванович, 78 лет, гипертония и глухой. По легенде учений на окраине города в лесополосе пропали два человека. Информация об этом поступила в 4 утра. Тут же по тревоге был поднят отряд добровольцев-поисковиков. Ждать нельзя ни минуты. Условия абсолютно максимально приближенные. Никто из ребят не подозревал, что сегодня это случится, тем более вот в такое время. Вчера занятия закончились довольно поздно. За процессом внимательно наблюдает один из спецназовцев. Походу поправляет и дает советы. С собой поисковики берут только самое необходимое, чтобы им самим не пришлось оказывать помощь. Перма с горячим чаем и бутылочки с водой. Это вот что нам понадобится и на перекус. Фонари, разумеется, это нам первое, что нужно. В карманах у меня перчатки. Из собравшихся формируются группы по уровню подготовки и опытности. У каждой свой квадрат для поиска. В лесу волонтеры применяют те навыки, которым их обучали на протяжении нескольких дней. Например, по следу на земле можно определить направление, в котором двигался человек, его примерный вес и рост. 30 на 6 жесткий человек. 18 метров 80 он у нас. В роли потерявшихся два спецназовца из Чечни. Там находятся всероссийские центры подготовки поисковиков. Отыскать их в лесополосе на территории в несколько гектаров – своеобразный экзамен для волонтеров. Через несколько часов прочесывания условных стариков удалось найти. Потрясся найден. Сейчас узнаем состояние здоровья. У инструктора Виктора Коровина за плечами опыт поиска людей в боевых условиях. Сейчас он учит и гражданских. Пока лежал в кустах в ожидании, когда его найдут, делал для себя пометки. Одна группа поисковая прошла буквально 20-30 метров. Не обнаружил. Подобный опыт обучения на Дальнем Востоке провели в качестве эксперимента. В нем приняли участие 50 представителей поисковых движений из разных регионов. Следующий этап обучения будет проходить уже в Чечне. По словам инструкторов, база для подготовки поисковиков в Гудермесе – одна из лучших в мире. Станислав Михайлов, телеканал «Губерния».